Тяжелые бои идут в Донецкой области, в частности в активной фазе битва за Часов Яр, однако россияне не могут там добиться успехов уже почти месяц. Напомню, что в Часов Яр русские зашли три недели назад, но вот с момента, как они зашли в его восточные кварталы, дальше они за три недели так и не продвинулись. Вот как только начались бои именно в городской застройке, все, они остановились и дальше им вот уже три недели им пролезть не удается. Они пытаются обложить город с флангов, но пока тоже, прямо скажем, неуспешно. Армия РФ безуспешно пытается штурмовать на Краматорском и Покровском направлениях. На каждом из них по 31 боевому столкновению. Также идут бои на Харьковском направлении, в частности в районе населенного пункта Старица и на подступах к Волчанску. Российские войска все чаще используют легкие вездеходы и мотоциклы в военных целях. В частности, это делается для того, чтобы быстро проводить разведку украинских позиций. Но эти средства, несмотря на свою мобильность, более уязвимы для огневого поражения с помощью различного оружия, в том числе украинских FPV, подчеркнули в британской разведке. В то же время украинские защитники не прекращают наносить российским оккупантам огромные потери, в частности в технике. Так воинам в ВСУ за один раз удалось уничтожить 10 боевых единиц противника, 5 танков и 5 БМП. Сразу 10 единиц техники противника уничтожила 63-я бригада при содействии приданных подразделений и боевых побратимов из 60-й бригады. В результате невероятно точных выстрелов артиллерии и добивания дронами сожжено 5 танков и 5 БМП, которые пытались штурмовать наши позиции. И сообщение 63-й отдельной механизированной бригады в Телеграм. Также пограничники и воины Нацгвардии Украины уничтожили российский комплекс РЭП «Поле-21» и огневые точки захватчиков на Запорожском направлении. Но и на этом потери армии РФ не закончились. Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона ВСУ сбили российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» стоимостью 16 миллионов долларов. А российская база ПВО на горе Айпетри во временно оккупированном Крыму попала под ракетный обстрел. В результате военная часть получила повреждения. Командир части и ещё один военный РФ погибли. Кроме этого есть раненые, их количество уточняется. Общие же потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 484 тысячи военных. За сутки были ликвидированы ещё 1740 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 31 танк, 42 бронемашины, 15 артсистем и 4 РСЗО. Кроме этого, силы обороны сбили 26 БПЛА и 3 крылатых ракеты и уничтожили более 60 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн россиян.